Улица Рылеева в Тамбове является одной из сильно загруженных. Она соединяет северную часть города с центром. По утрам по ней люди едут на работу, а по вечерам домой. Поэтому часы пик здесь переносятся особенно тяжело. Гарантийный срок её ремонта уже прошёл. На некоторых участках появились выбоины и ямы, латание которых уже не спасало ситуацию. Ремонт здесь начался ещё полтора месяца назад. И за это время на проезжей части, что ведёт на север, асфальтовое покрытие уже заменили. В общем, выполнено 20% всех работ. «Выравнивающий слой, заменили часть ливневых канализаций, часть обычных колодцев, съезда, парковки. И часть верхнего слоя начали уже». Вместе с проезжей частью протяжённостью 1 километр 600 метров сделают жителям этой улицы и заезды во дворы. Светлана Кобазева живёт в микрорайоне «Автогородок» больше 10 лет. В семье двое маленьких детей. Передвигаться с ними пешком или на коляске по ямам, ухабам и неровным стыкам дороги довольно тяжело. На машине, особенно если она низкая, проехать, не задев дно, бывает и вовсе невозможно. «Наш поворот будет вот ямочный ремонт. Мы вот этого ждём. Примыкание вот то, что, как вы говорите, вот эти вот заезды, они делают. Я думаю, что они будут доделаны, но ещё вот у них есть, конечно, нюансы. Вот. Ещё бы хотелось вот ещё вот пешеходный переход, если вы заметили. Главный съезд. Вот мой, например, я с ребёнком гуляю с коляской. Немножко проблематично вот это вот всё». Вместе с жителями, что следят за ремонтом ежедневно, проверить ход работ вышла и группа общественного контроля. «Жители обратили внимание на соединительную часть дороги с прилегающей территории. Что здесь, конечно, есть над чем ещё работать и обратить внимание. На что мы и будем обращать внимание с подрядной организацией. Также возьмём на контроль и будем смотреть, как дальше будут проводиться работы». По словам начальника участка, заезды во дворы сделают. Эти отрезки будут по 3-7 метров от проезжей части. Завершить ремонт улиц Рылеева должны уже к концу августа. Полина Матовникова, Михаил Мальцев, Данил Лычко. Область новостей.